МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вид из окна в обмен на жизнь и здоровье. Железную дорогу в черте города обнесут забором. Спасут ли радикальные меры от ЧП? Подробно об этом уже буквально через минуту. Главные итоги четверга подводят наши корреспонденты. И я, Вероника Соколова. Смотрите сейчас. Пешеходный переход, плохая видимость и скользкая дорога. В Бобруйске усилен контроль за водителями авто. В рейт с сотрудниками ГАИ отправилась и наша съемочная группа. Метры в аренду. В следующем году в Беларуси построят больше коммерческого жилья. И Человек-паук с кобринской пропиской. Белорусский бренд будет выпускать игрушки для Дисней и Марвел. Стена безопасности. В Бобруйске начали строить забор вдоль железной дороги. Первые сотни метров уже появились в районе Черепичного. Станет ли бетонное ограждение панацеи от несчастных случаев и что об этом думают местные, выясняла Ангелина Дикун. Наушники, капюшоны, невнимательность или по собственной воле причины гибели и травм на железной дороге из года в год не меняются. Только в 2017-м в районе этого переезда было совершено 4 суицида. В начале ноября здесь, в районе 4-го Черепичного переулка, началась масштабная работа. Бригада строительно-монтажного поезда номер 761 приступила к установке бетонного ограждения вдоль участка железной дороги. План разработала администрация Могилевского отделения железной дороги Бобруйск утвердил. К началу января бетонная ограда в 900 метров перекроет пути пересечения железки в неустановленных местах. Ведь, как признались правоохранители, этот вид нарушений почему-то в Бобруйске один из излюбленных. Только в этом году привлечено к административной ответственности за нарушение правил прохода ЖД пути 204 человека. Штраф составляет до двух базовых причин, то есть 46 рублей. Похоже, сумма штрафа местных жителей совершенно не пугает. Большинство против нововведений. Кому-то испортили вид из окна, кому-то бетонная стена видится деньгами из собственного кармана, а кто-то и вовсе шутит. Пусть, мол, достроят, а мы калитку повесим. Это лишние гроши, которых у нас нет. Основная масса переходит людей именно сюда. И я считаю, что здесь нужно сделать переход. Вот она там уже лет 50, эта тропинка. Вот они сейчас перегородят и там забудут, сломают это стоплоцентр. Есть среди местных и сторонники новшества. Считают его панацеей от бед. Я работала на переезде, я знаю, как это было, как они перед перед нами бегают, когда им кричишь, говорят, что осторожно, смотрите с другой стороны, они тебя... И ни лошадь не зайдет, ни корова не зайдет, как говорится. Как здесь же было, и лошадь попала под поезд, да. Негласный страж порядка, который пожелал остаться просто Анатоличем, за всю жизнь в доме у этой станции повидал с его слов 66 несчастных случаев. Сегодня всеми способами. Сам предотвращает трагедии. Как может. Сейчас милиция приедет и оштрафует. Пока забор установят лишь с одной стороны железнодорожного полотна, но в перспективе вдоль всех путей. А они, как известно, делят Бобруйск на две части. Планируют поставить и каркасные, и металлические ограждения, как в Минске. В первую очередь для того, чтобы снизить количество увечий на железной дороге. Ведь только на этом участке за пять лет было травмировано восемь человек. Этот переезд не раз окропляли водой. Здесь считали молитвы священники, а правоохранители не раз штрафовали нарушителей пирамиды безопасности. Теперь дополнит и почти километровый бетонный забор. Хочется верить, что все это поможет исключить несчастье на железной дороге и в прямом смысле слова – оградить от бед. Ангелина Дюкон, Дмитрий Шевцов. Сегодня в Бобруйске. Страшное ДТП произошло в Бобруйске поздним вечером на улице Батова. 21-летний водитель не справился с управлением. Ауди выехал навстречу, где и столкнулась с движущимся навстречу автомобилем Форд. Первыми на месте происшествия оказались спасатели. Владелец Ауди не пострадал. Его спасли подушки безопасности. Телесные повреждения получили водитель и двое пассажиров другой иномарки. Среди них двухлетняя девочка. Ребенка спасло удерживающее устройство. Водитель же самостоятельно из авто выбраться не смог. Оперативными действиями спасателей водитель легкого автомобиля Форд был вовремя деблокирован и доставлен в учреждение здравоохранения бобруйским медиком. В отношении водителя Ауди заведено уголовное дело. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого телесного повреждения, ему грозит солидный штраф или даже лишение свободы до пяти лет. Расследование ДТП продолжается. Следственный комитет разыскивает очевидцев. В продолжение темы. 65 дорожно-транспортных происшествий. Четверо погибших. 67 раненых. Такие нерадужные цифры значатся в сводках ГАИ за последние 10 месяцев. Мокрый асфальт, отблеск фар в лужах и поздний рассвет. Аварийный октябрь принес городу 9 ДТП с участием пешеходов, в 8 случаях из которых правила нарушены водителем. Как изменится дорожная обстановка с выпадением снега? Наши корреспонденты вместе с инспекторами ГАИ подежурили на самых аварийных участках дорог. Репортаж Елены Кутузовой. Перекресток Октябрьской и Пролетарской за последнее время стал одним из самых опасных для пешеходов. Здесь есть искусственные неровности, достаточно хорошее освещение вечером. Почему же так страшно именно здесь переходить дорогу? С таким вопросом наша съемочная группа обратилась к горожанам. Не каждый водитель остановится и пропустит пешехода. Это вот если гаишники дежурят, очень часто бывает здесь, тогда не все порядочные. Я бы светофор поставила, поскольку меня муж возит, и утром очень тяжело. Час пик, неразбериха, много машин, много пешеходов, и очень усложняет. Там постоянно движение, оттуда не выехать, оттуда не ехать. Тут как бы он всегда там надо, светофор бы присутствовал. Светофоры бы поставила. А зачем? Ну, чтобы удобнее было пешеходам, водителям. Октябрьская стала чуть ли не главной дорожной артерией. Здесь большой поток не только автомобилей, но и пешеходов. Этот перекресток в рамках рейда под усиленный контроль взяли сотрудники госавтоинспекции. В вечернее время у нас патрулируют пять экипажей дополнительных в составе сотрудника ОВД и сотрудник госавтоинспекции. Они направляются наиболее аварийные участки дорог, на перекрестки. На часах в 18.30 экипаж уже оформляет административный протокол. Водитель маршрутки не пропустил пешехода. За игнорирование дорожного знака и разметки мужчина наказан рублем. Пешеход начал движение, я уже подъехал к зебре. И стал пересекать зебру, но он на той стороне, пешеход, я его видел, он стал пересекать. Правила гласят, если пешеход вступил на зебру, водитель обязан остановиться. Кроме этого, уступить дорогу должны и тем, кто приближается к пешеходному переходу. Впрочем, водителя такси закон не смотивировал. Было немного странно, но не знаю, немножко. Считаете, должен был он вам уступить дорогу? Считаю, да. Если, например, человек побежит внезапно, то он собьет его. Пешеходу тоже прописано посмотреть налево и направо, убедиться в безопасности своего движения. Но водитель управляет транспортным средством, это средство повышенной опасности. Поэтому он должен подумать из-за себя, из-за того человека, которому должен уступить дорогу. Первый раз за непропуск пешехода автомобилист заплатит штраф от 23 до 115 рублей. При повторном нарушении в течение года – от 46 до 184. Самая страшная спешка может стать ценой человеческого здоровья и даже жизни. Мчатся же машины. И смотришь за себя, переживаешь. Были случаи, что выскакивает. Одна останавливается машина, другая может выскочить. Маршрут Ильи и Юлии Смычник с тремя детьми часто выстраивается через Октябрьскую. Рядом поликлиника. Пешеходный переход у семьи вызывает опасения. Здесь, как русская рулетка, можно попасть на лихача, либо стать жертвой летней резины. Даже коляска для некоторых водителей не аргумент. Не останавливается. Это много где-то, не только здесь. Каша под колесами, хлопья снега, отблески фар. Погодные условия и плохая видимость могут стать причиной ДТП. Никто не застрахован стать виновником аварии. Даже добросовестные водители со стажем. А почему не пропустили пешехода? Потому что не видел. Не заметили? Нет. А почему плохая видимость? Абсолютно. За час рейда сотрудники ГАИ пресекли без малого 10 нарушений. Профилактические мероприятия продлятся в Бобруйске до 3 декабря. Напоминаем водителям, что сотрудники ГАИ несут службу как на патрульных автомобилях в пешем порядке, так и на автомобилях гражданского исполнения. Елена Кутузова, Дмитрий Шевцов. Сегодня в Бобруйске. Человек-паук с кобринской пропиской. Больше метров в аренду и консилию молодых специалистов. Далее обзор самых заметных событий в городе и стране. Фабрика Полесье выпустит игрушки для Дисней и Марвел. Кобринский производитель первый в Беларуси прошел подобный аудит. Новинки появятся на полках магазинов уже в начале следующего года. По контракту производитель может выпускать широкую линейку всемирно известных персонажей, включая героев из мультиков Дисней и комиксов Марвел. Напомним, белорусский бренд доступен жителям более чем в 60 стран мира. Кобринские игрушки есть даже у детей, живущих в Австралии и Японии. В следующем году в Беларуси появится больше арендового жилья. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Анатолий Черный. Белорусские специалисты планируют осилить планку в 4 миллиона дополнительных квадратных метров. По мнению министра, арендное жилье особенно интересно и удобно для молодежи. Квартирный вопрос решается легко, без кредитов и займов. Еще один плюс – работу можно искать, не привязываясь к конкретному району проживания. Со второй декады декабря в Беларуси стартует ежегодная благотворительная акция «Наши дети». В новогодних флэшмобах, перформансах и мастер-классах примут участие порядка 15 тысяч маленьких белорусов. Сказка придет в дома многодетных семей, к воспитанникам приютов, а также к тем детям, чьи родители погибли при исполнении служебного долга. Праздник самым нуждающимся подарит руководитель республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, организаций и предприятий. А на главную елку страны пригласят около 2000 детей в возрасте от 8 до 14 лет. Напомним, акция «Наши дети» будет проходить в республике до 10 января. Таким итоги уходящего четверга увидели наши корреспонденты и я, Вероника Соколова. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! КОНЕЦ